Федеральный 44-й закон о госзакупках сменил своего предшественника в январе этого года. Тогда боялись за малый и средний бизнес, однако по прошествии 4 месяцев выявились более серьезные ошибки. Первое – возможность снизить цену за товары и услуги до минимума. А за низкую стоимость будет такое же качество. Вероника Назарова, глава департамента экспертизы оценочной деятельности ТПП, рассказывает, что тоже пыталась участвовать в госзакупках по новым правилам. В результате данного конкурса цена, заявленная, первоначальная максимальная цена конкурса, опять же, повторюсь, потребителям, которым будет являться вся область, была снижена более чем на 85%. За такие деньги подобный объем работы осуществлен, может быть, весьма сомнительного качества. Цена была определена начальная не экспертно путем АИМИ, их подразделениями. Идут торги, цена понижается и понижается, прошла рубеж 20% и у многих начинается ситуация. Ой, как хорошо, что мы сейчас конкурс провели и какую-то услугу, которую себе приобретаем или продукты, мы возьмем подешевле. То есть их это радовало падение цены. Еще одно замечание. После того, как за низкую цену произведен товар, в принципе, такого же качества, он должен пройти обязательную экспертизу. Правда, в законе не сказано, кто должен быть экспертом. Поэтому, кроме госучреждений, экспертом может выступать и, например, Иван Петрович, который скажет, что этот товар самого высокого качества. По такому принципу, да еще и с демпингом, то есть умышленным занижением цен, вряд ли госзакупки будут интересны серьезным компаниям. Они останутся просто разочарованными. Поэтому в Нижегородской торгово-промышленной палате предлагают внести в новый закон существенные изменения. Ответственность за демпинг и за некачественную экспертизу. Екатерина Снабкова, Василий Низов, Объективно, ННТВ. Продолжение следует...